А в Кыргызстане из-за наплыва россиян резко подскочили цены на съемное жилье. Владельцы недвижимости воспользовались ситуацией. Старые договоры расторгают, новые заключают уже на других условиях. Подробности у Бахатвит Чермашева. За последний месяц цены на аренду жилья в Бишкеке выросли в полтора-два раза. Но даже по завышенным ценам найти жилую площадь в аренду не так уж и просто. Если до наплыва россиян стоимость аренды самой популярной однокомнатной квартиры начиналась от 160 долларов, то сейчас цена уже 250. Снять двух- или трехкомнатную квартиру еще дороже. Но приезжих россиян эти цены не смущают. Пользуясь повышенным спросом на арендное жилье, владельцы жилых помещений выбирают тех, кто платит больше. Еще два года назад, когда я въехала в эту квартиру, мы договорились с хозяйкой, что заключим долгосрочный контракт. Просто будем по договоренности каждый раз продлевать аренду. Но вдруг недавно хозяйка неожиданно сказала, что мне нужно срочно выехать из квартиры. Причем дала на это всего два дня. Уже потом я узнала, что новые постояльцы будут платить в три раза больше, чем я. Впрочем, речь не только о квартирах. Арендное жилье подорожало в любом виде, вплоть до хостелов. И, кстати, сейчас найти свободными еще сложнее, из-за того, что там цены были всегда самыми демократичными. Кроме того, повысилась стоимость жилья, где сдаются только комнаты по отдельности и посуточно. По данным отдельных интернет-изданий, стоимость суточного жилья в Кыргызстане за последний месяц выросла в 15 раз и теперь составляет в среднем 40 долларов. Среди тех, кто теперь вынужден платить больше, есть и иностранцы. В этом году найти жилье очень сложно, даже нам, пакистанцам. Хотя мы живем здесь уже несколько лет. Мы долгосрочные клиенты, но все равно цены на аренду нам повышают постоянно. На этот раз вместо 500 долларов арендодатели сказали, что мы будем платить 800. Но даже по таким ценам очень трудно найти квартиру. Из-за резкого роста стоимости арендного жилья бешкекчане все чаще стали задаваться вопросом, кто регулирует ценовую политику в этом секторе. Как выяснилось, антимонопольный комитет не имеет на это права, из-за того, что в законе таких норм не прописано. Тем более, что владельцев квадратных метров тысячи, а следить за каждым у ведомства нет ни полномочий, ни возможности. Все, что может сделать государство, это заставить владельцев жилплощади, сдаваемые в аренду, вовремя заплатить налоги. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бешкек, Кыргызстан.